Свой путь мы начали от многоэтажек микрорайона Скандинавия, который позиционируется как жилье для среднего класса. Поднимаемся в одну из квартир на восьмом этаже и в шоке от вида из окна. Гигантская ржавая труба котельной, построенной прямо во дворе, видна из окон 50% проживающих здесь скандинавцев. В общем, вид из окна – это промышленная зона с гаражами, складами, заброшенными зданиями и пунктами приема металлолома. Отсюда прекрасно видно и слышно окружную дорогу, по которой круглые сутки проносятся тысячи авто. А вот кладбище, ритуальный магазин на въезде и все, что рядом, спрятано за деревьями. Не разглядеть. Чтобы убедиться, что увиденная картина – не оптический обман, спускаемся вниз и идем до места предполагаемого строительства крематория пешком. Первое, что бросается в глаза на выходе с территории ЖК – это полуразрушенные здания и бродячие собаки. Пройдя сотню метров по раздолбанной дороге, натыкаемся на огромную свалку. Прямо на наших глазах грузовик скидывает в яму кучу мусора и спокойно уезжает. Чуть подальше упираемся в пункт приема цветмета. Через 20 минут мы вышли к Голубому Дунаю – широкому ручью источных вод частного сектора. Надо признать, что даже в минусовую температуру запах здесь стоит едкий и удушливый. Пробравшись через зловонные горы мусора, выходим к строительной ярмарке окружной дороги. С трудом перейдя трассу, оказываемся на месте, где власти хотят построить крематорий. Где-то вдалеке виднеется отправная точка нашего маршрута – микрорайон Скандинавия. ЖК «Новой Бомбе» и вовсе не разглядеть из-за деревьев. Тут тоже повсюду строительный и бытовой мусор. Место явно нуждается в благоустройстве.